Иногда, даже если твой отец – прославленный таджик, это ничего не говорит о тебе, да смотрите это видео до конца и вы узнаете, какое скандальное событие произошло. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Суд города Душанба 10 ноября приговорил к 20 годам лишения свободы Саида Ахмада Рахимова, сына первого чемпиона мира по самбо из Таджикистана, Саид Мумина Рахимова, за убийство своего друга. Близкие осужденного остались недовольны приговором суда. Убийство произошло 5 августа на территории района Фердавси города Душанбе. МВД Таджикистана тогда сообщило, что 22-летний Саид Ахмад Рахимов убил своего друга, жителя села Чорбок Варзобского района, Мухаммад Джавида Закерзада, наносив ему 17 ударов ножом. Следствие установило, что между подозреваемым и убитым были финансовые отношения, денежный долг в итоге и привел к конфликту с кровавым концом, говорилось в сообщении пресс-центра МВД Таджикистана. Фердавс Субхонзот, адвокат Саида Ахмада Рахимова, сообщил 10 ноября, что его подзащитный в суде раскаялся в содеянном. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Я просил в суд учесть при вынесении приговора молодой возраст моего подзащитного, а также то обстоятельство, что он является единственным кормильцем семьи и отцом несовершеннолетнего ребенка, сказал адвокат. По его словам, близкие Саида Ахмада Рахимова передали пострадавшей стороне 52 тысячи самани в качестве моральной компенсации. Они обещали отозвать свою жалобу, но не сдержали слова, добавил Фердавс Субхонзот. Тем временем потерпевшая сторона отрицает, что получила деньги и обещала отозвать жалобу. Матлуба Ганиева, мать Мухаммад Джавида Закирзада, заявила, что она осталась довольна приговором суда. Журналисты не были допущены в здание суда. Этот судебный процесс привлек внимание СМИ и общественности, потому что на скамье подсудимых оказался сын Саидмумина Рахимова, первого борца из Таджикистана, завоевавшего звание чемпиона мира по самбо. В 1975 году Таджикский институт физической культуры сейчас носит его имя. Мать убитого парня Матлуба Ганиева ранее рассказала, что ее сын занимался бизнесом и в тот роковой день должен был улететь в Турцию за товаром. По ее словам, Саид Ахмат Рахимов был должен ее сыну 35 тысяч самани, и конфликт между ними возник из-за этого денежного долга. Близкие осужденные Рахимова ранее заявили, что Мухаммад Джавид не раз угрожал Саид Ахмаду, расправой за то, что тот медлил с возвращением долга. Однако мать убитого парня категорически отвергает это утверждение. Осужденный Саид Ахмат Рахимов по словам близких окончил Академию МВД Таджикистана. Адвокат Фердаф Субханзот заявил, что после получения копии приговора суда города Душанбе, защита и родные осужденного будут рассматривать подачу апелляционной жалобы. Близкие Саид Ахмат Рахимова от сообщений с журналистами воздержались. Драки между молодыми людьми, нередко приводящие к поножовщине и убийствам, вызывают серьезную обеспокоенность в таджикском обществе. По данным МВД Таджикистана, за первое полугодие 2022 года молодежью или с их участием совершено 1944 преступления. Это не маленькая цифра, вы согласны? Как вы думаете, что приводит к тому, что население становится все жестче и их поступки все более жестокие? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии у нас. Пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.